Добрый день! Сегодня у нас целых три кубика от компании YJ. Они все продавались по отдельности, но была и вот такая упаковка 3 в 1. Голомки не сложные, но почему-то китайские магазины просили за них не совсем разумную цену. Вот этот наборчик в районе 1000 рублей мне обошелся, может быть чуть меньше. А по отдельности рублей по 400-500 каждый кубик. Возможно слишком рано купилось, сейчас цены уже нормальные, но что поделать, уже куплено. Большая упаковка YJ, здесь написано Finn Hop, хотя название вроде бы Tin Yuan, или как-то так. Здесь всякая информация, YJ8555, код товара. Один он на все или какие-то подразделения. Ну такая вот красочная упаковка. С этой стороны белая грань, с этой желтая. То есть кубики можно видеть. Откроем. Здесь инструкция, как вот это собирать. Длинная, тонкая. Наверное, я, кстати, ее не изучал. Но, наверное, она важная и кому-то поможет. Извлекаем кубы. Больше в коробочке нет ничего. Пластиковые фиксаторы. И вот три кубика. Они называются 1, 2, 3. Первый, второй, третий. Ну, если вот так вот, то будут слева направо. Первый, второй, третий. Недаром я приготовил подобный кубик от компании ЧИИ. Он называется O2Cube. Была версия вот такая вот, обычная, как у меня. И еще версия со спиннером, которую я приобретать не стал. А здесь задача нехитрая. Перемещаются центры. Вроде как кубик 1 на 1 с центрами. Ну и собирает у меня этот кубик и дочь. Этот кубик очень похож. И было время, когда где-то в соцсетях компании друг на другом подшучивали, что ЧИИ выпустили вот этот кубик. А у компании YJ уже то ли патенты, то ли разработки были гораздо раньше. И возможно у них были одинаковые головоломки. И у YJ не стали выпускать то же самое, что у ЧИИ. Либо они изначально так и планировали. Но вот три версии, и они от ЧИИ немного отличаются. Причем в этих кубиках можно регулировать уровень сложности нехитрым способом. Но для начала. Вот этот кубик версия 1 можно так же вращать, как и ЧИИ. То есть просто менять центры. Вроде не сложно, вроде нормально. В версии 2 можно делать все то же самое, но мы здесь видим ребра. Да, и ребра тоже имеют цвета. Если у Moffan версии ребра одинаковые, черные, то здесь они двухцветные, как и положено на кубике Рубика. По примере на 3х3. Тут есть цветные ребра. И версия 3, у которой, опять же, есть центры. Да, можно вот так вот вращать. И можно вращать как 2х2. Получается 2х2 с центрами, которые нужно собрать. Но, если присматриваться, можно увидеть, что у версии 1 цветные ребра также присутствуют. И при желании их можно собирать. Хотя, возможно, изначально это так и не задумывалось. То есть, выяснять не хочется. Но, если вот просто так попереставлять, то можно собрать центры. Кубик будет выглядеть собранным. А ребра будут не собраны. При желании можно собирать, увеличивая себе сложность. А можно не собирать. В версии 2 такого выбора не дает. Так как вот эти отверстия здесь расширены. И ребра цветные видны сразу. Если мы поставим сюда оранжевый центр на оранжевую грань, то будут видны ребра других цветов. Да, и сразу видно, что головоломка не собрана. Здесь их собирать обязательно. И на версии 3 похожая история. Можно собрать как 2х2. Собрать центры. А при желании посмотреть на ребра. Которые также можно перемешать. Ну, давайте мы все перемешаем. И соберем разными способами. Это версия 3. Да, если смотреть на ребра и следить за их положением и расцветкой, то версия 3 становится шип-модом 3х3. Да, если вы умеете собирать трешку, обычный кубик рубика 3х3, то и это соберете. Хотя собирать не так удобно. Так, ну здесь более-менее перемешано. И здесь перемешаем еще центры. Ребра вроде перемешаны. Начнем сборку с версии 1. Здесь нужно просто переставить центры так же, как на O2 кубике. Ставим пару граней и вращаем то, что осталось. И все собрано. Здесь поступаем так же. Ставим и вращаем. Получилось. Ну, если мы желаем собрать ребра, то нужно начинать с них. То, что с собранными центрами, это, наверное, делать не так удобно. По крайней мере, мне. Поэтому давайте сначала возьмем версию 2. На ней соберем ребра и центры, а потом вернемся к версии 1 и ее дособерем. Делается это так же интуитивно. Ну, вот, к примеру, 4 зеленых ребра на зеленой грани. Зелено-оранжевые, зелено-красные, зелено-белые ребра и зелено-желтые. Тут все хорошо. Здесь ребра желто-оранжевые. А стоит, ну, не там, где надо. Повращаем. Ну, у нас получается так, что желто-красные надо развернуть. На самом деле не развернуть, а переставить вот сюда. Ну, и вот нос. Желтые ребра тоже стоят по местам. Ну, и все встали. Ну, тут ситуации бывают разные. Получилась вот такая несложная. После того, как все ребра стоят на своих местах, мы ставим центры. И вот мне встречалось две ситуации. Первая, когда все центры не на местах, и решается это пиф-пафом. И вторая, когда два центра на местах, а остальные нет. Тогда приходится эти два центра сначала сломать, а потом поставить. Но я здесь ничего не выводил. Так вот, интуитивно. Вот, к примеру, есть здесь сверху красный центр. И вот три центра, которые нужно поменять. Есть не центр, а красная грань. А значит, красный центр поставим на красную грань. Сюда поставим тот центр, который должен быть слева. Вернем оба движения обратно. Так, и все собралось. Ну, бывает так, что два стоят на местах, тогда их таким же алгоритмом уломаем и переставляем вновь. Например, я делаю это так. Вернемся к первой версии. Здесь уже не так удобно отслеживать положение ребер. Но вот это вот стоит на месте. Это тоже. А вот это нет. Здесь вот синий-красный. Чтобы посмотреть на ребро, надо сдвигать. Синий-красный должна быть не здесь. У нас вот здесь бело-зеленые и желто-зеленые правильно стоят. Повращаем вот так. И вот у нас появились еще два зеленых. Зелено-красные, зелено-оранжевые. Если на противоположной грани все так же. Синий-желтые. Синий-белые вроде правильно. Синий-красные. Синий-оранжевые. То есть собираем две противоположных грани. Ну, собираем одну. Вторая, наверное, сама собирается. И дальше проверяем здесь. Ну, здесь либо собрано, либо нужно покрутить. Да? Ну, допустим, было вот так. Просто вращаем до тех пор, пока не соберутся ребра. Ребра собрались. И вот как раз та ситуация, о которой я говорил. Два центра на местах, а четыре нет. Вращая просто вот так, мы ничего хорошего не получим. Ну, конечно, центры поставим на места, но ребра сломаем. Поэтому я делаю пиф-паф из любого положения. При этом центры ломаются. И после чего ставлю их правильно. Чтобы это произошло, нам нужно взять кубик в таком положении, чтобы вот на этих трех гранях были эти же три центра. Видим, что белая грань и белый центр есть, а зеленый и красный отсутствуют. Вот, перехватим. Здесь вот белый сюда, оранжевый сюда, зеленый сюда. И здесь хорошо. Начинаем делать пиф-паф с того центра, который сверху. Поднимаем. Поднимаем с другой стороны. Возвращаем. Возвращаем. Ну, как на Иви. Такие же движения. И вот, все собрано. Вроде бы алгоритм нехитрый. Ну, и теперь давайте попробуем собрать версию 3 тоже двумя способами. Сначала не обращая внимания на ребра, а потом и их учитывая. Ну, соберем как два на два. Здесь центры гуляют. Их надо придерживать. И, наверное, собирать будем вокруг нужных центров. Даже не знаю, как лучше-то. Давайте вокруг нужных центров сразу собирать будем. Посмотрим, что получится. Так. Так. Получается. Здесь вот надо быть аккуратным. Когда делаешь PLL, центры могут уехать. И вот я собрал просто как два на два, придерживая центры. Также здесь можно центры, наверное, перемешать и потом собрать. А сейчас давайте я еще раз перемешаю. Соберем тремя способами. И на центре изначально внимания обращать не буду. Посмотрим, соберется ли после этого кубик. Вот опять. Так. Так. Бело-красный. Так. Надо отсюда центр убрать, чтобы было честно. Так. Так. Первый слой. так вот я собрал только углы попробуем переставить центры по местам ставим никаких здесь вроде противоречий то есть можно центр изначально не удерживать два способа и давайте теперь еще будем следить за ребрами ну понятно что с ребер надо было начинать сразу к собирать как три на три поэтому для красоты картины я еще раз перемешаю кубик и соберем его как трешку для начала вокруг белого центра соберем белый крест для этого раздвигая ищем белые ребра от бела красные сразу ставлю в нужное положение дальше сверху больше нет вот здесь есть белосиние дело что-то магическое но ребро появляется на месте дальше белокрасные бело-оранжевое на месте и где-то еще сбоку должно быть вот оно бело-зеленое в итоге крест готов теперь будем собирать первый слой по отдельности собираем первый слой чтобы все продемонстрировать детальки надо чуть-чуть разъезжаются но также обратно и становится на место так 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 собрали первый слой теперь собираем ребра второго слоя все как в три на три ни одного правильного находим вот оранжево-синие размещаем над своим центром нужно поставить сюда мы делаем стандартный алгоритм при этом придерживая центры оранжево-синие есть дальше ищем какой-нибудь вот синий красные ставим на место так оранжево-зеленое ставим и что у нас осталось вот красно-зеленое нужно сюда два слоя готовы центры на местах ребра второго слоя и углы первого слоя далее вот хочется как в двушки собрать вот это но сначала нужен крест видим вот это ребро ориентировано правильно вот это тоже это нет но это видимо тоже нет то есть получается галка сделаю через обратный пиф-паф а я угадал алгоритм видимо хотя не смотрел на него собралась желтая грань но если бы не было примера шварика анти рыбка то после креста собранного мы делаем еще крестовой какой-нибудь ойл и остается переставить ребра и углы здесь алгоритм пилы угадывать не так просто делаем в два этапа так 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 вот этот на месте стоял только один элемент нам нужны сейчас ребра приходится вот так вот смотреть вращаем один мало раз два вот два элемента стоят на местах ну может сделать из метода для начинающих семерку аккуратно вращаем чтобы ничего не сдвинулось в центрах получается ребра все на местах и переставляем уже уголки ну а первым не очень удобно сделать а первым но в итоге шейп мод 3 на 3 собран собирать можно по-разному голомки забавные посложнее чем о 2 куб от компании че они чуть крупнее пластик такой вот матовый вполне приятный на ощупь но лучше всего выглядит конечно версия 2 если вам не нужен шейп мод трешки а хочется чего-то такого то лучше вот вторую версию купить если вы не планируете покупать все так как первое это просто неудобная 2 ну на 1 можно собирать только центры при этом ребер видно не будет себя этим можно успокаивать но если вы хотите себе успокаивать купить от чей от вакуум а можно это делать честно а так забавные головоломки не сложные интуитивные но для этой версии нужно уметь 2 на 2 или 3 на 3 собирать в итоге получаем что вот эти две версии равнозначные только посимпатичнее и нее все наружу это неудобный шейп мод 3 на 3 который можно собирать игнорируя ребра его можно собрать как два на два потом расставить центры либо вокруг нужных центров сразу собрать 2 на 2 и будет все готово двушка с центрами либо неудобный шейп мод 3 на 3 вот такие вот губики а на этом все всем спасибо всем пока